Так, снова здравствуйте, мои дорогие подписчики и телезрители. Давайте будем сегодня готовиться к различным походам и будем собирать снаряжение под задачи. Как показывает моя практика, с возрастом у меня почему-то вещей становится меньше. Хотя снарягой я обживаюсь, у меня такая мечта, чтобы у меня был хороший рюкзак, хороший спальник, пуховик и палаточка складывающаяся, и лодка по крафту. Не знаю, потому что она маленькая, но что-то сейчас эти мечты рушатся все. Ну давайте посмотрим, чем я обзавелся и для чего я использую. Итак, допустим, мы пошли с вами погулять на природу на один день, без ночевки, но с приготовлением пищи или каким-то перекусоном. На пояс я обычно беру вот такую сумочку с маленькой бутылочкой, либо я кладу туда пакет для воды. Этот пакет у меня стыкуется с фильтром, чтобы, например, на ручьях пополнять запас воды. Он у меня как аварийный такой идет. Ну и сюда я кладу всякую мелочевку, шоколадочки, еще что-то там, да, телефон под рукой. То есть сумочка это выручает, это такой маленький органайзер, который можно еще и на пояс пристегнуть. Он у меня участвует во всех походах. Дальше. Мы пошли с вами и у нас, возможно, случайно на нас найдет дождь. Поэтому я на этот случай ношу вот уже несколько лет вот такую дешевую пленку. Пленку дождевик, да, плачь с руками и капюшоном. Вот, слава богу, не пригождается, но может пригодиться. Собственно, очень легкий, приятный. Дальше. Если мы будем готовить, то есть вот из тонкой такой материи, у меня здесь набор для приготовления еды. В этот набор умещается маленький газовый баллон. И еще можно накидать то, что я как раз буду кушать. То есть на один день здесь вся кухня у меня. Сахар я кладу вот в такие пакеты. И у меня здесь горелка, ложка, кружка. Даже вот еще что-то из еды сюда залазить. Вот, то есть как раз вот на одного человека покушать мне хватает на природе. Понятно, что для такого похода не обязательно брать какой-то серьезный рюкзак. У меня есть вообще легкоходные рюкзаки. И, например, чтобы защитить содержимое от дождя, у меня есть компрессионные мишки. Обязательно я выбираю вот с такой вот системой закрутки. То есть когда ты сдавливаешь. И у меня есть аварийный набор. То есть у меня в комплекте маленькая аптечка. И иногда я обхожусь ей. Потому что, например, смысл брать мне вот этот набор не всегда нужен. Он уже такой потяжелее, более основательный, тоже водозащищенный. То есть вот тут я на легке. И для этого, например, у меня есть походные рюкзаки такие вот простые. Он тоже на 45 литров. Туда можно пуховичок еще бросить какой-нибудь. Сидушку, да, чтобы посидеть на берегу красивого озера. Да, эти рюкзаки со временем начинают расходиться швы. Вот здесь вот я уже подшивал. Но ничего вечного нет. Он легкий. То есть вот я сейчас смотрел. Даже Nature Rock Hikes, да, там рюкзак стоит 10 тысяч, спальник 8 тысяч, палатка 14 тысяч. То есть вот считайте, начинайте считать, да. Вот это все можно как бы за копейки купить. Можно бэушную. Теперь рассмотрим ситуацию. Допустим, вы идете на несколько дней с ночевкой, да. Может быть на байдарках идете еще как-то. То есть давайте посмотрим. То есть тут нужно уже более серьезное снаряжение. Во-первых, побольше берем продуктов. Для них я купил вот такой у меня есть тоже мешочек с закруткой. Я сюда кидаю уже побольше запасов еды. Причем этот мешок у меня сохраняется. У меня идет та же аптечка. Единственное, я уже не беру вот этот вот Рейнс, да. Добавляю посерьезнее медицину. То есть здесь у меня вот как раз идут таблетки. Немножко шоколадок с глюкозой. ИППшка, туалетные принадлежности. Потому что мы все-таки ночуем в лесу. Фильтр, веревка, чтобы тент натянуть. И так всякие фигнюшки по мелочи. Запас воды. Ну это так, на всякий случай. Продуктовый набор не меняется. И добавляем компрессионник. Он сдавливает вещи. То есть сюда у меня добавляется уже пуховик на ночь. Синтепоновый. Гортекс. Вот у меня куртка, штаны. Запасные носки. Маскитная сетка. И по необходимости там я еще кладу перчатки. Может быть какую-то легкую одежду на смену. Но в основном если я иду на неделю. Я вот если я в одних штанах иду, в джинсах, то я как бы и в городе живу всю неделю в этих штанах. У меня нет такого, что я там каждые два дня меняю одежду всю. Вот и футболку у меня выдержит там. Можно кинуть термофутболку какую-нибудь легенькую. Рюкзак уже приходится брать по основателю. Да, я сделал пока выбор в пользу британского военного каримора. Он функциональный, очень прочный и очень надежный. Сюда я уже кидаю побольше всяких наборов покушать. То есть у нас мы как можем сохранить вес? Поменьше жрать. Также если вы выберете, например, рюкзак и палатку полегче. То есть на 14 тысячу на одноместная палатка. С москитной сеткой, с тамбуром, чтобы вот так вот, например, разложить вещи, приготовить там в плохую погоду сидеть. И, соответственно, приходится брать нам спальный набор. У меня коврик-книжка. Он тонковат, конечно, для зимы. Но летом нормально. И я его считаю, как можно ставить там горелку от костра, от ветра защищать. Я надувным ковриком не очень доверяю. У меня были, они спускают. Лежишь ты, короче, на тонком поролоне, попой на земле. То есть какие-то они мне не нравятся. Спальник у меня пока вот такой. Это русский спецназовский спальник. Довольно легкий, тоже на синтепоне. Чего мне нравится, до минус 20. Понятно, если я разживусь и возьму попробовать на пуху. Хотя синтепон греет даже сырой, в отличие от пуха. У Nature Hikes тоже есть за 8-10 тысяч, по-моему. 8, по-моему. То есть желтый мне понравился. Тоже до минус 20 гер. При этом весит 650 грамм. Ну, этот вот весит порядка практически 2-1,5 килограмм. И что касается палатки. Я вам показывал, я брал тент русский для спецподразделений. То есть в нем может спать сразу несколько человек. Могу поставить на трекинговые палки, его растянуть даже на ровном месте. Или просто на деревьях, опустив до низа. Тент очень классный. То есть 4 человека под ним помещается. Но тоже, как бы, вес такой не очень. Я показывал обзор. У меня есть вот оранжевое пончо. Его хватает, например, на один день идешь, чисто укрыться от дождя, натянуть от солнышка. Оно легкое. За 500 рублей тоже покупал в Китае. Мне оно нравится. То есть как аварийное такое. На случай плохой непогоды. То есть я редко там ставлю палатку, чтобы сесть, приготовить, покушать. То есть я просто сижу на природе и отдыхаю. У меня нет заморочек разбивать базовый лагерь. Хотя вот для таких целей я собираю различные наборы. То есть у меня одного человека. На большой у меня кухня побольше. И сейчас я ищу баки нержавеющие уже на 15 литров, чтобы команду целую вести. Что касается спального набора. То есть тут вы тоже можете вложить денег, сэкономить в весе на спальнике, сэкономить на палатке. Сейчас покажу свою палатку. Вот это полтора килограмма. Двухместная там. Ну, втроем с теснотой, конечно, залазишь. Но она с дугами идет. Я выкинул все колышки. И ее можно дуги убрать отдельно, а сложить. Она вообще вот такая получается. Засунуть просто на дно рюкзака, а дуги сбоку ставить. Беру камуфляжную, чтобы меньше бросалось в глаза. Однако она имеет свойство все-таки промыкать. Поэтому сверху я использую вот такое большое медицинское покрывало русское на экстренную ситуацию. У меня прокатило несколько ночевок. У меня было без этого покрывала. То есть я просто в нем спал. Это защита от москитов, от ветра, непогоды такой моросящего дождя. А если дождь посильнее, то лучше вот тент напрывать. Например, я видел, как люди ходят по тайге. Там есть тетенька. Она из пленки сшила себе палатку. Использует ее и как тент. А внутрь, буквально из обычной простыни, сшила такой кокон на затяжке. Вот он такой вот. И она туда... Кто говорит, я залазю туда только на ночь. Очень легкая получается. И ремонтно пригодная. То есть если пленка порвалась, ее любым скотчем отремонтировать можно. Рем-набор я свой вам на днях показал. То есть вот у меня такой вот кошелек всегда со мной. Фонарик, мультитул. Компания Гербер. Вот. То есть я, конечно, задумываюсь. Вот это дешевый вариант. То есть где-то в пределах 2000 палатка. 100 рублей. Вот эта штука. Полторы тысячи. Вот, например, тент. То есть я беру либо его, либо вот этот набор. Чем мне он нравится, я быстро его ставлю в одиночку. Без всяких там оттяжек и прочих. На ровном месте. Дуги поставил. Полтора. Короче, получается вот полтора килограмма. Вот так вот. И полтора килограмма вот этот тент. Но у тенда есть плюс. То есть там 4 человека залезет. Здесь с трудом, с трудом 3. Вот. Но если я один, мне достаточно его. Вот. И цена 2000, а не 14 тысяч. Как вот на местной палатке трекинговой. Про которую я вам сейчас говорил. Также я не беру расклад про специальное снаряжение. То есть, например, там удочки, которые мы там берем порыбачить. Да. Альпинистское снаряжение, если мы хотим там полазить. То есть это специфичные походы. Это я беру просто трек, где вы идете, идете. Отдыхаете, фотографируетесь. Ну вот можно, я говорю, порыбачить там на каком-то озере. И потом уйти на другое. У нас около 20 озер в моей окрестности. Все замкнутые. То есть там с ручьями. Вот. В этом плане. То есть, ну тут было грешно не заняться рыбалкой. Да. Не заняться сплавом на байдарках или покрафте каком-то. То есть, к сожалению, покрафт мне пока не нравится. Я продал уже несколько вариантов разных. Я брал лодку ПВХ. Я сейчас вот на байдарке. Надувные и все. То есть у меня пока нет варианта, чтобы я вам показал. Сказал, вот он, вот он, ребят. Легкий, классный, совместимый вот с этим барахлом. Короче. Не, у меня такого пока нету. То есть я в прошлом году делал вам обзоры на спасательные лодки маленькие. То есть, чтобы переплыть ручей там, озеро, да, подойдет. Но сплавляться, конечно, на нем не вариант. Ну, за одежду я тоже не буду говорить. У меня вездеход со мной это вот такой вот пуховичок. И разные флисовые кофты. Вот. То есть разных модификаций. То есть я поверх футболки их одеваю. Вот. Я пробовал термобелье, потоотводящее. Такое у меня. Ну, какой-то вот такой вот он, короче. Вот. Кривит, по-моему. Ну, не знаю, какой-то радости я не испытываю от него. А на ноги я просто одеваю обычные штаны. Типа вот. Ну, они не будут. А-а-а-а! Все развалилось, короче. Вот. За то, что они вываливались. Типа трекинговых. Вот. И трекинговые трусы мне тоже не нравятся. Вот они. Да, забыл показать. Вот такой вот пакетик для документов, паспорта, билетов, там и запасных денег. На тройной застежке. Четверной получается. Раз, два, три. И вот это четыре. Чтобы не промыкал. Очень прикольно. Я с ним даже, кстати, под водой снимал небольшое видео в этот. Когда был в Шарм-эд-Шейфе. Очки вообще практически не беру. Только в городе яркое-яркое солнце. Не знаю, что-то не прижились они у меня. И по головному убору. То есть у меня бейсболка. И если плохая погода, холодная, я беру этот. Вязаную, не вязаную, а флисовую шапку. Но летом я в ней не хожу. То есть у меня есть шарф-труба. Если что, то есть я поверх бейсболки одеваю еще шарф-труба и капюшон. То есть чем меньше вы берете, например, одежды, вы выигрываете весь. Ну, к сожалению, я говорю, вот не выиграешь. Это вот аптечка, ремнабор, столовый прибор. Это все весит очень мало. То есть ты экономишь весе только на весе рюкзака, спальника, палатки и продуктов. И немножко, если ты сэкономишь на одежде. То есть ты убираешь какие-то варианты одежды, чтобы было легче нести. И как результат, то есть если сильно ужаться, то до размера 45-литрового рюкзака все это помещается. Попробуйте, походите. Ну, три дня, три дня с 45-литровым рюкзаком. При этом в хорошем комфорте. То есть имея какой-то вот тент, спальник, коврик. То есть не под открытым небом спишь. Одежда универсальная. То есть ты проживешь. Даже без такого жесткого бушкрафта, где ты с одним ножом выживаешь в лесу. То есть там деревянная посуда, сам строгаешь ложку. То есть нет, это все в принципе довольно комфортный отдых. И я уже не говорю про следующую стадию, когда рюкзак увеличивается вдвое. 80-литровый экспедиционник, рассчитанный на две недели и три недели походов. Он у меня лежит в кладовке. Я его даже не достаю. Потому что сейчас пока у меня таких походов нет. То есть с рождением ребенка я перестал ходить на более такие долгие варианты. Куда-то выезжать. И в среднем, то есть 2-3 дня, вот у меня вот этой экипировки не хватает. Так что всех с праздником, с Пасхой. Удачных вам майских праздников.